Пенсионная система Во второй половине 20 века в Германии появилось еще две составляющие у пенсионного обеспечения населения. Это государственная пенсия, как мы уже говорили, это пенсия от работодателя корпоративная, дополнительная пенсия. И это пенсия, когда человек сам непосредственно обращается в негосударственный пенсионный фонд, который также, как и в нашей стране существует в Германии, и формирует из этих трех составных частей, в общем, и формирует себе пенсию. Что касается государственной части, то здесь пенсия носит распределительный характер. То есть, в принципе, она не зависит, в общем-то, точнее говоря, она зависит, скажем так, от стажа работы и от заработной платы, так сказать, работника. Вот даже часто такой термин встречается, договор поколений. Это некий такой договор поколений, который вот в Германии существует. То есть, работающие люди отчисляют в этот фонд определенный процент от заработной платы в этот пенсионный фонд государственный. И эти деньги дальше уже распределяются между, так сказать, пенсионерами, которые вот в данный момент проживают в Германии, являются гражданами Германии. Причем отчисления состоят из двух частей. Части это паритетные, это 19,3% от заработной платы. Половину, значит, вносит в Государственный пенсионный фонд от своего работника предприятия, и половину вносит сам работник непосредственно. Что касается второй системы дополнительных пенсий, то здесь уже, в принципе, совместно с профсоюзами определяются различные программы, по которым оформируется дополнительная пенсия. Вот это самая дополнительная пенсия. Конечно, в зависимости от предприятий, на крупных предприятиях, таких как BMW, Mercedes, эти программы достаточно развиты, им придают большое значение. И они формируют, в общем-то, достаточно значительную часть вот в этой сумме из трех частей пенсии. Ну, а третье, оно просто нужно обращаться в частный фонд. Как это делают многие пенсионеры? Пенсионеры, по статистике, это порядка 10% пенсионеров обращаются, получают вот такую индивидуальную пенсию через негосударственные пенсионные фонды. А пенсионеров в Германии чуть больше 23 миллионов человек, всего населения 80 миллионов человек. Здесь нужно, я считаю, еще отметить те сложности, с которыми столкнулась Германия в процессе объединения, восточной и западной части ее. И, не вдаваясь в детали и в подробности, следует отметить то, что в принципе сложно для экономики, но Германии, ну, как они говорят, в Германии, что в этой ситуации важно объединение. Относительно возрастов выхода на пенсию, то это, как во многих странах, для, так сказать, женщин это 60 лет и для мужчин 65 лет. Средние пенсии в Германии, вот если говорить о средних пенсиях, то у мужчин она составляет в районе 1400 евро и у женщин она составляет 1115 евро. Ну, на первый взгляд много, хотя следует отметить то, что у них достаточно высокие коммунальные платежи и это первое такое впечатление, что большая пенсия. В реальности, конечно, после всех этих платежей, это государственная пенсия, мы говорим о государственной пенсии, конечно, остается небольшая сумма. Ну, вот используя, так сказать, возможности дополнительной пенсии и пенсии через негосударственные пенсионные фонды, где в отличие от банков они получают по доходности где-то 3-4% в год, а в банках у них доходность в среднем это 2% в год. Вот, значит, вот та пенсия от производства и собственная, так сказать, она и формирует ту пенсию, вот, которая им позволяет так часто приезжать в нашу страну и мы им рады. Они платят представителю Восточного блока пенсию по своим меркам, как вам сказать, если бы этот человек в Восточной Германии получил его пенсию и в Западной Германии, там получается некая дельта-разница. Они фактически покрывают эту разницу. И если помножить на количество людей, которая вот в процессе объединения влилась вот в этот пенсионный возраст, в армию пенсионеров, то там сумма получается приличная. Там очень большая сумма. То есть это, ну, понятно, что мы говорим о государственной пенсии, но все равно там дельта даже в те же 100 евро, помноженная на несколько миллионов человек, это, соответственно, несколько десятков миллионов долларов, несколько сот миллионов долларов. Свои сложности и свои какие-то небольшие, это небольшие, но какие-то минусы есть, конечно, и в системе, на мой взгляд, пенсионной системе Германии. Ну, например, незначительные, я хочу подчеркнуть, они незначительные, конечно, потому что плюсов гораздо больше. Это, например, в случае работающих пенсионеров, если заработная плата превышает 345 евро, она, скорее всего, что превышает и к тому же, наверное, ощутима. То вот с этой разницей просто берутся налоги. Берутся налоги и в том числе в пенсионный фонд, в государственный пенсионный фонд. При этом пенсия не меняется, поэтому, в принципе, считается так, что в Германии человеку пенсионного возраста, в пенсионном возрасте, ему просто, ну, невыгодно работать. Нельзя назвать это минусом, но некая особенность, что ли, германской пенсионной системы заключается еще и в том, что вот у нас говорят, очень много пишут, говорят о том, что пенсионные деньги должны работать. В Германии немножко подходят к этому по-другому. Государственные пенсионные деньги нигде работать не должны. Они распределяются среди пенсионеров, как мы говорили, по распределительному принципу. Деньги, которые, пенсионные деньги, которые формируются за счет, так сказать, дополнительной пенсии, производственной, назовем ее так, эти деньги возвращаются обратно на это же производство и вращаются, они инвестируются в то производство, откуда они и, так сказать, произошли. Хотя вот в нашем случае у нас это как бы не всегда возможно, и если возможно, то не более определенного там объема каких-то сумм, да, вот этих вот процентов какого-то определенного. Что касается частных инвестиций, персональной пенсии, это когда человек обращается непосредственно в пенсионный фонд, в частный пенсионный фонд, то эти деньги, они инвестируются, ну не вот как у нас говорят, что вот в какие-то отрасли, там в какие-то проекты, мегапроекты. Нет, там компания просто инвестирует, пенсионная страховая компания туда, куда считает нужным, не более того. У нас же это, у нас же это все очень жестко регламентировано и, скажем так, и жестко контролируется. И рекламентировано, и контролируется, и цена небольшой ошибки нашего негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании – это отзыв о потере лицензии.